Добрый день, друзья! Такое блюдо, как гречка по-купечески, я готовлю часто. Оно сытное, вкусное, простое и ароматное. В нашей семье гречку любят все, и поэтому для меня этот рецепт как палочка-врычалочка. А чтобы положить мужу на работу гречку, и она оставалась такой же горячей и как будто бы только что приготовленной, я приобрела вот такой термос-матрешку от фирмы Арктика. Он предназначен для супов, гарниров, а в крышке есть дополнительная емкость объемом 300 мл для продуктов, не требующих сохранения тепла, к примеру, овощной салат. Внутри термоса есть два контейнера на 400 мл и 300 мл. Сам термос вместительный, его объем 1,3 литра. Его можно использовать для хранения еды и самостоятельно, без контейнеров. В конце видео я покажу, как собираю еду мужу на работу и что конкретно кладу. Ну а мы возвращаемся к рецепту. Нам нужны 2 крупные моркови и 2 луковицы. Лук нарезаем кубиками, но не мельчим, а морковь натираем на крупной терке. Также на крупной терке натираем и 200 граммов твердого сыра. Мясо для гречки по-купечески я беру куриное. Это у меня филе бедра. Нарезаем его на маленькие кусочки. В сковороде разогреваем масло и высыпаем лук. Помешивая, обжариваем его в течение минуты и добавляем тертую морковь. Перемешиваем и тушим на умеренном огне до полуготовности. По времени это занимает 7-10 минут. Если вы увидите, что масла недостаточно, то немного добавьте его. Выключаем сковороду и на данном этапе добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. И пока отставляем овощи в сторону. Нарезанное мясо пересыпаем в миску. Добавляем соль и перец по вкусу. А также чайную ложку паприки с горкой. Перемешиваем. А гречку хорошо промываем водой. Берем форму для запекания. У меня размером 20 на 30 сантиметров. И первым слоем выкладываем обжаренные овощи. Далее равномерно распределяем кусочки мяса. И сверху высыпаем гречку. Разравниваем ее. В кастрюлю наливаем 600 миллилитров воды. Подсаливаем ее. И доводим до кипения. Через половник аккуратно выливаем воду в гречку. Накрываем блюдо фольгой. И ставим в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Так как форма у меня керамическая, то решетку и форму ставим в духовку одновременно. Через полчаса достаем форму из духовки. Снимаем фольгу. Видите, жидкости в гречке вполне достаточно. Присыпаем сверху тертым сыром. И снова накрываем фольгой. Делаем это для того, чтобы вода не выпарилась очень быстро. И гречка не получилась сухой. Возвращаем блюдо в духовку на 10 минут. Но температуру уменьшаем до 160 градусов. Затем приоткрываем дверцу духовки. Снимаем фольгу. Включаем режим конвекции. И запекаем блюдо еще 5 минут. Вот и все. Наша гречка по-купечески готова. Достаем из духовки. И сверху присыпаем по желанию измельченной свежей зеленью. Подаем к столу сразу, горячей. Гречка по-купечески получается ароматная, рассыпчатая и не сухая. Такое блюдо я теперь с легкостью могу положить мужу на работу. Используя термос от фирмы Арктика. В контейнер на 400 мл я кладу гречку или любое другое горячее блюдо. Закрываю крышку. В контейнер на 300 мл кладу пару котлет. Благодаря широкому горлу удобно есть прямо из контейнеров или термоса. Откручиваю крышку у термоса и вставляю контейнеры вовнутрь. Прорезиненные крышки как легко закрывать, так и легко открывать. Тепло в термосе сохраняется 12 часов. А еще в один контейнер на 300 мл, который устанавливается сверху на термос, я кладу овощной салат. Теперь мой муж даже на работе будет есть горячую домашнюю еду. Такой термос я покупала на Wildberries, ссылку оставлю под видео. Ну а если понравился рецепт гречки по-купечески, буду ждать от вас обратной реакции. С любовью, Евгения и Кулинарный канал «Это просто!»